всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука 31 марта утром минус 4 у нас несмотря на то что еще огромные сугробы послушайте как поют птички прелесть какое небо синее все уже настроение весеннее я сейчас иду в теплицу в которой я высадила первые томаты сегодня буду сейчас высаживать вторую грядку иду проверить температуру какая температура после ночи и все вам покажу остановилась птиц послушать не могу прям мимо пройти сегодня я пришла сюда чуть попозже 9 часов и уже температура воздуха конечно от солнца повысилась вот 15 градусов сегодня будет очень солнечная у нас погода вообще завтра будет вообще на улице плюс 11 и я хочу показать вам смотрите видите конденсат на пленке это значит что там внутри еще теплее чем во всей теплице я вчера показывала сейчас еще раз туда залезу под пленкой 18 градусов идеальная температура для томатов и вот хочу сказать про этот подогрев грунта я его уже не грею короче я его уже включила вторую грядку этот уже не грею и я-то думала что подогрев грунта но боялась что так же как подогрев воздуха вот например в теплице я выключаю инфракрасные обогреватели если на улице пасмурно то здесь температура понижается сразу очень быстро я думала также грунт что как только грунт отключу и на улице будет холодно то он опять будет снижаться показания но мне написали что грунта он остывает очень медленно земля это не воздух я потом подумала действительно да он же тепло там внутри его он не может быстро остыть и вот я отключила уже вторые сутки он не работает и температура вчера весь день я проверяла она как было 14 градусов так и есть 14 выше я не повышаю потому что 14 градусов это нормальная такая оптимальная температура будет конечно сейчас и выше сейчас вот будет у нас плюс 11 плюс 15 на улице эти дни и он сам по себе грунт еще доберет градусы но дело в том что он не остывает и вы видели вот этот конденсат который на этой вот на целлофане то я показала вам это как раз выходит мне кажется тепло из грунта вот грунт сначала я грунт погрела а теперь грунт греет мои томаты я вот каждое утро захожу и осматриваю их состояние как они себя чувствуют хорошо ли им плохо они становятся видите цвет такой приятный приятный зеленый они становятся более зеленые и еще они все встали даже те которые немножко раньше они ну на что-то как с как вам сказать облокачивались держались за что-то теперь они все встали самостоятельно вот видите два пудовичка и мне кажется у них даже стволики становится толще все они стоят сами видя не ни на какую опору не опираются и эти и он те и внешний вид вот как ну беглым взглядом так смотрю каждое утро мне кажется внешний вид их улучшается все здесь хорошо вот я же все новых подношу 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 вы видите что вот это вся уже у меня там осталось посадить только сегодня посажу перцы с баклажанами несколько там три ломки и 4 штуки еще томатика все сегодня я перекидываюсь на эту сторону буду вот этот вот центральный ряд сейчас посмотрю я еще температуру грунта на той стороне тут я термометр тоже постаралась закопать как можно глубже потому что сверху то ясно что у нас такая жара здесь стоит сверху он и так теплый вот на таком расстоянии это точно теплый а что там у нас внизу сейчас посмотрим так но кстати тут тоже 10 градусов даже на 11 уже ползет так что сегодня я могу здесь вполне высаживать все хорошо у нас туда лезть дальше ну все до свидания вот 31 марта утренний обход я закончила все у нас хорошо и там когда в комментариях пишут вы их через неделю покажите ну смысле люди думают что через неделю они умрут через неделю вы знаете какие они красивые здесь будут тут единственное что вот эти ящики скоро будут мешать ну будет тепло я их перенесу в другую теплицу все до свидания вот так выглядят мои самые 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 первые посадки 31 марта